Привет, друзья! Рад вас снова приветствовать на нашем канале! Сегодня поговорим о ремонте стравливающего клапана на жилете Туса. Как говорится, пришла беда, откуда не ждать. Вот наш жилет, вот клапан, а вот, собственно, тот предмет, за который надо этот клапан открывать. Когда, как говорится, сил много, энергия бьет через край, поэтому мы вырвали его с корня. Пользоваться таким коротким кончиком веревочки крайне неудобно. Можно, конечно, просто завязать узелок, но нащупывать будет очень неудобно. Поэтому все починим. Что для этого нам понадобится? Собственно, понадобится нам для этого просто кусок капроновой веревки, которую мы возьмем вот с этой шпульки. Тут его на этой веревочке явно много. По диаметру она подходит, точно не порвется. Поэтому отмотаем с этой шпульки кусок веревки и восстановим целостность системы. Значит, что будем делать? Для начала нам надо разобрать клапан. Откручиваем клапан, снимаем, достаем. Тут все просто. Просто вынули веревочку. Здесь тоже все просто. Вынули веревочку. Для ремонта нам понадобятся ножницы, зажигалка и кусочек линя длиной сантиметров 20. Берем наш линь и завязываем с одной стороны узелок. Уплавим конец, чтобы он не развязался. Дальше берем наш запорный клапан и пропускаем линь вот с этой стороны. Дальше берем пружинку, одеваем на клапан и пропускаем через крышку клапана. Вот так. Далее нам осталось только прикрепить вот этот наконечник, за которым мы тянем, и отрегулировать длину. Пропускаем. Определяемся с длиной. Завязываем узелок. Обрезаем лишнее. Точно так же подпалим, поплавим. Ну, собственно, все. Осталось только поставить клапан на место. Немножечко его вот так вот натянем, чтобы у нас пружинка в сторону не соскочила. То есть держим за веревочку. Натягиваем. Берем наш BCD и ставим это все на место до щелчка. Все. Мы отремонтировали. Все, клапан работает. Если веревочка длинная, мне кажется, длинновато, надо будет еще укоротить ее. Сделаем вот такой вариант. С хвостиком. Вот теперь вполне нормальный длинный, где-то с кулака. Все, на этом ремонт закончен. Спасибо за внимание. Рад, если это видео было для вас полезным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова